Слава Богу, дорогая церковь! Мы пришли в дом, где скорбим мы и родственники, потому что хорошие люди, добрые люди уходят из жизни, и нам печально. Нам хочется вместе жить, вместе радоваться. А вот когда разлука, нам это никому не нравится. И тяжело это переносим. И самый дорогой, конечно, на земле это люди Божьи, народ Божий и родственные святые. Это самое дорогое. И когда человек уходит, то мама, сестра Зина, добрый, святой Божий человек. Церковь, вся церковь любила ее. Даже сейчас молодежь, уже молодежь включает псалмы, где это дело, псалом. Вот этот коронный псалом. И мы, а ты не бойся, да. И мы слушаем, и я смотрю, слышу их Зину. Скорбят за ней, одним словом, скорбят. Дети мы там на Гавайях работаем, и тоже звоним, говорят, мы не думали, что уже сестру Зину не увидим. Мы уже не думали о Гавайях. Ну, время так, знаете, Бог забирает своих детей. И вот, правдив говорили, хорошо говорили, в лучшее место, в хорошее место, в святое место. Нам как бы скорбно, а они переходят, чтобы там вечно с Богом жить и радоваться. Это, конечно, мы как не родственники, то мы печалимся, а близкие, родные, дети, внуки. Вот, большое соблазнование вам. Вот, не скорбите чрезмерно, как Павел пишет, не надо скорбеть чрезмерно. Потому что мы этим путем все пройдем. Но если, конечно, дождем до Вознесения, вознесемся. И вечно с Господом будем. И будем вечно радоваться, потому что там, на небе, оно намного лучше. И, ну, сейчас, счастливо, там, радость. Ну, много слов можно говорить. Потому что с Господом всегда хорошо. И здесь, на земле, и в вечность. Это просто мы живем на земле и просто делаем переход, шаг. Сделаем раз, и в вечность. Так надо понимать, так оно и есть. Человек, верующий человек, верующий человек не умирает. Он переходит в жизнь вечную. И славит Господа. Аллилуйя. Время быстро уходит. И я хочу прочитать 2 Коринфянам 4 глава. 2 Коринфянам 4 глава. 7 стих, даже полустичья. Но сокровища сие, Павел пишет Коринфянам, уразумел эту истину. И он пишет. Но сокровища сие мы носим в лиланых сосудах. Коринфянам 2 Коринфянам 4 глава. 7 стих. Очень интересную мысль Павел написал здесь. Чтобы преизбыточная сила была, предписываем Богу, а не нам. Предписываем Богу, а не нам. Но сокровища сие мы носим в лиланых сосудах. Вот сокровища, да? Вот лиланый сосуд. Ну, например, там кушали. Или там, я помню, у нашей мамы были такие горшки большие. Она там кушать готовила, печи русскую. И вот Павел, Дух Святой открывает, напиши Павелу, что глиныный сосуд, в этом сосуде сокровище. Если этот сосуд разбить, а сокровища уходят. Вот к вопросу. Зачем мы сестру Зину хороним? Вот она же лежит здесь. И вроде бы как бы, ну и родственники не плачут, и нам вроде чуть веселяет. Вот она же лежит, ну молчит, молчит. Ну вроде же мы видим, она же с нами же, да? Зачем ее хоронить? Ну пусть так и лежит. А знаете, зачем хоронить? Вот это сокровище ушло. Дорогое, оно вышло, разбился сосуд. И оно поднялось, пошел до Бога. А этот, вот этот сосуд глины, он никому сейчас не нужен. Уразмейте эту истину. Вроде бы как бы грубовато, да? Но оно так и есть. Имейте в виду, церковь дорогая. Нам нужны дети, жены, мужья, родственники, нам нужны до тех пор, пока мы в них в сокровище. Только, как Павел Рецелинова, этого сосуда вышло сокровище, да? Он не нужен нам уже. Он не нужен уже. Грубо. Ну правда. Вот у евреев, смотрите, у евреев, если умер в понедельник, в понедельник его и хоронят. Они не ждут другого дня. Да? Восемь часов утра умер, до шести вечера они должны похоронить, помыть руки. Все, пошли домой. они понимают, да и мы все понимаем, что самое дорогое, оно ушло из жизни, ушло, а нам плоть не нужна, плоть и кровь царства уже не наследует. И теперь же, смотрите, вопрос, как мы живем? Вот смотрите, Моисея. Сейчас я думаю, что я быстро найду. Написано там 105-й Псалом. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Тридцатый стих. Псалом 105-й, тридцатый стих. И прогневали Бога от миливых. Еще раз читаем. И прогневали Бога от миливых. И Моисей потерпел за них, ибо они оборчили Дух Его, и Дух Его, и Он погрешил устами своими. Я правильно подоспомнил? И Он погрешил устами своими. Они огорчили Дух Его, и говорит, и Он погрешил устами своими. Храните свой Дух, церковь дорогая. Нужно хранить свой Дух. И Бог говорит, Моисей пришел до Бога, Господи, я хочу в землю войти. дай войну туда. Я же с 40 лет ходил с народом. Я же ну как бы с тобой говорил там на горе там. Я же общаюсь лицом к лицу. Ну пусти меня в землю. А Бог говорит, не говори больше об этом. Бог говорит, не говори больше об этом. вы погрешили и прогневали Бога. миливый. И Моисей подел за них. Ибо они огорчили Дух Его, и Он погрешил устами своими. Они огорчили Дух Его, и Он разгневался, вам ли непокорным давать. И Бог говорит, Моисей, иди сюда, за то, что ты так взял в землю не войдешь. Умоля дай мне больше не говори. Не проси больше меня об этом. Вы погрешили. Церковь дорогая, как мы как мы носим вот это сокровище в глиняных сосудах? Оно дорогое, святое, чистое. Как мы носим его? Если разобьется вот этот сосуд, куда уйдет сокровище это, а? Если свято ходишь, то знаешь, куда. Знаешь, куда. А если не свято? Вы знаете, я одну семью, я уже хочу заканчивать, время у нас быстро идет, я одну семью проверил, но только не я, там нас пять человек. И вот мы, я на похоронах не был, это штат Вашингтон, еще мы там в Орёне жили, а потом пришло время, у меня и время пришло, и я могу поехать, и мы пять человек едем к ней домой, к этой вдали. И вот приходим там, беседуем, ночевали там, и вот она говорит, вот слушайте, что я расскажу за своего мужа. Я говорю, хорошо, что он рассказывает. И мы сидим все там, и дети, и мы, и гости приехали. Говорит, в два часа дня, она такая молитвенница, в два часа дня, я обычно пошла, говорит, в свою комнату, села, почитала там, и думаю, прилягу, говорит, ну, на годах уже, и говорит, и вот, когда ложится, голову положила на подушку, и раз, и я вижу видение, говорит, а какое-то видение видишь, а вот какое, стою на крыльце, она покажет ему крыльцов, стою на крыльце, говорит, идет ко мне муж, она такая, строго, боевая такая, молитвенница, она так встала, говорит, он видит там заборчик маленький, вот там остановись и стою, и говорит, он подошел, встал, и стоит возле этого заборчика, и я говорю, ты знаешь, что ты умер, он говорит, знаю, что я умер, ты знаешь, что тебя на земле нету, да, я знаю, что у меня на земле нету, ну тебе же скажи мне, где ты находишься, он помолчал, говорит, нагнул голову, и говорит, меня Бог поставил на суд, или до суда, вот, скажем, меня Бог поставил до суда, и я в первое воскресенье не воскресаю, и когда он так сказал, я как крикнула, говорит, и говорит, две недели я больная, и хожу, и хожу, как же так, 50 лет служил Богу, ходил на собрание проповедник, и Бог его поставил на суд, или оставил, или поставил на суд, что он не воскресает в первое воскресенье, блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ним смерть вторая не имеет власти, а на суде, там ясно написано, что Бог победит на суде, церковь вторая, сестра Зина, это Божий человек, она уже в Богу Господа, вот Анатолий говорил, она тоже, «Брат Тимофеевич, я хочу исповедоваться. Я говорю, «Ну вы, да, исповедовались». Я говорю, «Ну зачем вы же?» «Нет, хочу исповедоваться». Как чувствовала. Я говорю, «Да вы же исповедовались». «Нет-нет, братья пошли», «Ну пошли». «Ну желает, я бери, ещеборабар вдвоем, принимаем из позданий, рассказываем, ну, я говорю, ну, это же 20 лет назад было, ну, вы же за это такая, ну, я хочу. Бог подотапливал, Бог готовил ее, чтобы забрать. А если люди вообще живут, знаете, как, даже не знаю, как сказать. Знаете, есть поговорка у нас на Украине, говорит, спустя рукава. Вроде это, как бы, ну, не библейская поговорка, ну, такая народная, а большой смысл есть в этом. Вот подумайте, он живет в себе. Что так жил на Украине там у нас, и так проходит, и жихат там какая-то перекошка, и забор поломан, и, думаю, там он спустя рукава живет. Вот так есть христиане, вы не обижайтесь в церкви, дорогие, я и себя, и мы вместе, я что же. Мы все идем на Господа. Если живешь спустя рукава, плохо, очень плохо. Человек должен жить, радоваться небу. Человек должен беседовать с Богом. Человек должен, ну, любить Бога, посвятить с чего себя. Вот это сокровище мы носим, там, в сердце. Сокровище, это, это, это дух наш. Знаете, еще одно, расскажу вам, и заканчу, потом Виктор вам будет. Я не знаю, если, если вот сейчас, что я расскажу, поверите, благослови Господь. Не поверите, это своего удовольствия. Вот как, как-то хочет, две миллионы, но я расскажу, как мне рассказали. На похоронах сестра подходит и говорит, лежит в покое, брат, и волос, и тут, как бы, ветер вроде, это кажется, говорит, что ветер. И туда волос, и тут что-то такое перекосилось. Они поправляют, а я вижу видение, говорит, подошла душа, встала и говорит, как ты жил на земле? Сейчас мне идти, говорит, туда, говорит, где огонь, где черни не умирают, где огонь у вас, как ты жил на земле, говорит. И, говорит, и волос ему раскидали, и там, что-то с пиджаком, они вроде как бы ветер, а там никого ветра не было. Я послушал, я принял. Знаете, если вы хотите, принимайте, а нет, это как хотите, дело каждого. Как мы живем на земле сейчас, в данное время? Вот наша сестра свидетельствует, все свидетельствуют, святы, видно было, что человек Божий и Бог готовит. Как мы живем сейчас, в данное время, мы знаем, и Бог знает. И есть время нам, есть время у нас, чтобы нам жить свято. Жить свято пред Богом. Чистым сердцем Бога, святой для освящается. Быть свято пред Богом.